Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветовки. С вами работает ученый-агроном Пётр Николаевич Ломонос. Мы разберемся, для чего надо винограда срезать листья, что это дает, и потом небольшой секрет от меня, куда использовать эти листья. Ну и, соответственно, по ходу мы еще посмотрим, какие другие операции мы будем делать на этом растении. Специально для того, чтобы вам было более понятно, я выбрал молодой экземпляр, потому что на старом экземпляре, на большом, вы не поймете сам принцип, которым будем руководствоваться, проводя летнюю обрезку винограда. Так вот, многие виноградники растут, как бы, это не новость, они растут во всех, но их виноградники в запущенном состоянии. Приходит осень, и наши грозди не успевают созреть. Почему? Потому что положительная температура и солнца у нас меньше, чем, конечно, в южных районах. А грозди, недобравшие солнце, созревают очень плохо. Это раз. Во-вторых, если все грозди закрыты листьями, значит, на них будут нападать болезни. И мильдзи, и одиумы, вам и другие болезни, вам, конечно, знакомы, они каждый год нападают на ваши виноградники. Так давайте мы не допустим этих напастей на свой виноградник, поможем его здоровью. Ну, как мы будем срезать листья? Ну, во-первых, мы будем стараться срезать все листья, для того, чтобы наша грозь, вот как она есть, она оказалась вся на солнце. Если грозь будет на солнце, вот, значит, эта грозь будет освещаться, она будет меньше болеть. Поэтому эти листья мы будем срезать. Далее, по стволу у нас растет очень много пасынков. Видите, вот эти пасыночки растут на стволе. Значит, мы эти пасыночки будем укорачивать. Будем укорачивать почему? Потому что эти пасынки никогда не дадут полноценных гроздей. Они, вот. Но подпитать куст они могут, конечно, а гроздей они не дадут. Но если мы просто их удалим, выломаем, это тоже не совсем правильно, потому что эти пасынки, они опять отрастут, и нам надо будет заниматься новой работой. Вот. Эти листья мы будем где-то собирать в отдельную емкость. А для чего будем собирать в отдельную емкость, я вам расскажу. Культура южная, и мы как бы винограду мы носят только с такой точки зрения, что нам виноград надо ради плодов. Ради плодов мы используем как плоды. Так вот, а виноград пришел из горных районов. В той же Грузии, в тех же Кодрах, в Молдавии, все горные районы. Значит, люди уже давно выращивают виноград, там тысячелетиями выращивают, и они придумали ему утилитарное назначение. И вот мой секрет заключается в чем? Что вот эти листья, обрезанные винограда, мы можем собрать, мы можем их взять, сложить один в один, заморозить, а потом использовать эти листья голубцы. Потому что, понимаете, в горных районах капуста растет плохо, там сухо, а виноградники растут хорошо. Поэтому даже в грузинской кухне есть такое блюдо, называется долма. Именно долма – это аналог наших голубцов. Просто начинка заворачивается в виноградный лист. Это очень вкусно. Раз. Во-вторых, еще что придумали в горных районах, это опять же мой секрет, это продолжается, что виноградные листья можно использовать при консервации огурцов. На дно огурцов вместо хрена ложат виноградные листья. Своеобразный вкус огурцов, такой оригинальный, очень многим по вкусу, попробуйте и вы. Я думаю, вам это понравится. Ну, а сейчас мы приступим к обрезке винограда, и вы посмотрите, как мы будем освещать нашу гроздь, чтобы гроздь оказалась на солнце, чтобы солнышко освещало ее целый день. Вот. И посмотрим, как будем укораживать пасынки. Ну, значит, замечу сразу, что существует виноградная такая операция, как чеканка. А чеканка – это прищипывание верхушки. Пока ей не увлекайтесь. Такую операцию можно сделать даже в наших условиях Белоруссии не раньше конца августа месяца. Если чеканку побегу вы сделаете раньше, то есть прищипку побегу, значит, пойдут обильно пасынки, и вы кусли, чтобы больше загустите. Ну что, давайте приступаем к обрезке винограда и освещению кистей. И вы посмотрите, как наш виноград. Сразу плоды выйдут из тени на свет. Ну и потом заметьте, что они будут развиваться гораздо лучше и болезней будут меньше нападать на то, ради чего мы их выращиваем. Ну вот, срезаем листик. Вот видите, наша гроздочка оказалась уже наверху. Ну вот здесь опять мы начинаем листики. Видите, там есть у нас гроздь, которая у нас закрыта. Мы ее по максимуму открываем. Беру мне этот листик. Листи наши здоровые, как видите, они без всех признаков болезни, поэтому они, конечно, могут использоваться. Вот наш пасыночек. Ну тут самый нижний мы удалим полностью. Вот, и вот смотрите, как открывается низ нашей лозы. Ну и забываем, что нам необходимо где-то иметь шесть таких вот веток на кусте. Поэтому этот пасынок мы удалять не будем. Если бы он был слабенький, видите, вот у нас хороший пасыночек, как бы еще время есть, он вырастет. Если бы он был слабенький, мы удалили бы сразу у основания, сразу бы отрезали. Поэтому, смотрите, шесть ветвей есть, достаточно. Остальное, что такое слабенькое, какое мы еще будем удалять. Ну вот идем по растению дальше. Опять удаляем. Этот пасыночек у нас растет, мы его трогать не будем. Вот, следующий пасыночек у нас растет. Видите, вот листый пасыночек. Мы не удаляем, оставляем один листик и срезаем. Видите, пасночек мы укоротили. Ну, соответственно, листик мы уберем, чтобы улучшить освещение грозди. Вот смотрите, как наша гроздь появляется на свет. Ну, идем дальше. Следующий пасночек, оставляем один листик на пасночке, остальную часть мы удаляем. Ну, и точно так же мы проходим всю нашу лозу на самой верхушке. Ну, вот видите, у нас появились грозди, значит, я замечу также, ну, мы просветили, дали свет нашим гроздям. Ну, замечу, что также на одной лозе оставлять более трех гроздей в наших условиях не рекомендуется, потому что в России не хватит силы, чтобы эти грозди были крупными и вызревшими. Ну, вот дальше. Обращу ваше внимание, что у нас вот есть тоже боковая веточка, на ней есть гроздь. Гроздь, конечно, маленькая, хилая. Так вот, такую гроздь надо было удалить в самом начале появления, потому что, сами видите, что большой она никогда не станет, это раз, а питание она заберет. Ну, не поздно, дело сейчас. Поэтому эту гроздь так же, как она мне нравится, мы просто-напросто удаляем. Удалили эту гроздь. Ну, вот так еще прошли. Вот листик взяли, удалили над нашей. Гроздью. Еще листик удалили. Вот видите, мы их просветлили. Ну, и, соответственно, у нас появился хороший материал для долмы, для того, куда мы будем заворачивать начиночку или консервировать огурцы. Остается сейчас нам только эти листики вымыть, сложить, вот так, сложить один на один, подсушить, сложить один на один, в листинный пакет и в морозиловку. Ну, и положить по листикам 10. И потом, по мере необходимости, их использовать для заворачивания фарша. Так что желаю вам приятного аппетита. Вот, кушать блюдо в виноградных листьях, наслаждаться его вкусом и ждать созревания плодов винограда. Хороших урожаев вам. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Смотрите нас. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok